Доктор Колдвел Эссельстин, 1933 года рождения, был главным хирургом всемирно известной клиники Кливленда. Доктор Эссельстин начал свои исследования с группы пациентов, которые присоединились к его исследованию после того, как традиционные медицинские процедуры по лечению прогрессирующего заболевания сердца оказались безуспешными. Уже через несколько месяцев после перехода на его диету, симптомы стенокардии у них ослабли, уровень холестерина значительно снизился, а приток крови к сердцу заметно улучшился. Спустя 20 лет большинство пациентов доктора Эссельстина продолжают следовать его программе и остаются защищенными от сердечных приступов. Начало сердечных заболеваний начинается тогда, когда мы постепенно повреждаем самую внутреннюю оболочку артерий – эндотелий, которая является абсолютным спасательным жилетом и защитником наших кровеносных сосудов. И что делает его таким замечательным? Так это то, что он производит удивительную молекулу газа – оксид азота, который обладает целым рядом поистине замечательных функций. Оксид азота помогает нашим клеточным элементам в кровотоке течь плавно, как по тефлону, а не как по липучке. Во-вторых, оксид азота – самый сильный расширитель кровеносных сосудов в организме. Когда вы поднимаетесь по лестнице, приливы крови к сердцу и ногам усиливаются и расширяются. Это и есть оксид азота. В-третьих, оксид азота предохраняет стенку артерий от утолщения ригидности или воспаления, защищает нас от высокого кровяного давления или гипертонии. В-четвертых, это и есть ключ к разгадке. Обильное нормальное количество оксида азота защищает вас от возможных закупорок или образования бляшек. Так что буквально у каждого жителя планеты, будь то они из Чикаго, Берлина, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Лонг-Айленда, где бы они не развились, сердечно-сосудистые заболевания. Это происходит потому, что к настоящему времени в их всей жизни за предыдущие десятилетия они настолько сильно разрушили, повредили и скомпрометировали способность своих эндотиальных клеток вырабатывать оксид азота, что у них просто не хватает энергии, чтобы защитить себя от образования этих закупорок. Так вот, хорошая новость заключается в том, что это не злокачественное новообразование. Это доброкачественное заболевание пищевого происхождения. Я часто говорил, что ишемическая болезнь сердца – это не что иное, как беззубый бумажный тигр, который никогда не должен существовать. А если он и существует, то ему никогда не нужно прогрессировать. Это совершенно безобидное заболевание пищевого происхождения. Так вот, самое интересное заключается в том, что как только вы сможете заставить пациентов перестать употреблять в пищу вредные продукты, это приведет к способности их эндотиальных клеток вырабатывать оксид азота, а затем их эндотиальные клетки восстановятся. Они вырабатывают достаточное количество оксида азота, чтобы полностью остановить прогрессирование болезни и начать обращать ее вспять. А теперь я скажу, что это за продукты, которые каждый раз, когда вы едите, повреждают эндотиальные клетки. Любая капля масла может навредить вам. Оливковое масло, кукурузное масло, соевое масло, софлоровое масло, подсолнечное масло, кокосовое масло, пальмовое масло. Любое масло, которое вы добавляете в салат, повреждает эндотиальные клетки. Мясо, рыба, курица, домашняя птица, индейка, яйца и все молочные продукты. Молоко, сливочное масло, сыр, мороженое, йогурт, а также любой избыток сладких напитков. Пепси-кола, диетическая кола, торты, пироги, печенье, стевия, агава, избыток кленового сиропа, патоки и меда. Итак, если вы откажетесь от этих продуктов, которые могут нанести вам вред, то что же вы будете есть? Вы будете есть все эти замечательные цельнозерновые продукты. Хлопья, хлеб, макаронные изделия, рогалики и булочки. Есть много видов бобовых, чечевица, фасоль, все эти замечательные красные, желтые, зеленые листовые овощи, белый картофель, особенно сладкий картофель, и немного фруктов. Так вот, здесь есть еще одна особенность, которую мы добавили за последние 6,5 лет. И она заключается в том, что если пациент, если бы он мог просунуть голову внутрь артерии, ведущей к его больному сердцу, он бы увидел, что это настоящий котел окислительного воспаления. Так что нам нужны антиоксиданты. Нет, не идите в магазин БАДов и не покупайте баночку таблеток с надписью «Антиоксиданты», потому что это не сработает и будет вредно для здоровья. Вам нужно получать антиоксиданты из пищи. Это вполне справедливо. А что это за пища? Это пища с высоким содержанием того, что мы называем способностью поглощать радикалы. Так что если вы едите малину, голубику, клубнику и ежевику с утренней овсяной кашей, это просто потрясающе. Но ничто не может превзойти антиоксидантную ценность зеленых листовых овощей. Поэтому я хочу, чтобы пациенты с сердечными заболеваниями начали их жевать. Жуйте зеленые листовые овощи 6 раз в день, после того, как они были первый раз сварены в воде в течение 5-6 минут, чтобы они стали приятными и нежными. А затем вы должны помазать их несколькими каплями восхитительного бальзамического уксуса. Зачем это нужно? Потому что уксусная кислота, содержащаяся в уксусе, восстанавливает ферменты синтеза оксида азота, содержащиеся в эндотеальных клетках, которые отвечают за выработку оксида азота. Так что вам нужно жевать их вместе с хлопьями на завтрак, снова в качестве перекуса в середине утра, снова с бутербродом на обед, это уже третий раз, в середине дня и когда придет время ужина, это уже будет пятый раз. Я говорю о таких зеленых овощах, как бокчой, швейцарский майнгольд, капуста, листовая капуста, зелень капусты, зелень свеклы, зелень горчицы, зелень репы, брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, кинза, петрушка, шпинат, рукола и спаржа. В первую шестерку входят капуста, швейцарский мангольд, шпинат, рукола, зелень свеклы и свекла. Именно так можно остановить и обратить вспять сердечные заболевания. Это не на 90%, это не на 95%, это на 100%. Подумайте об этом с другой стороны. Если у вас болезни из-за того, что вы настолько разрушили свою способность эндотелия вырабатывать оксид азота, зачем вам продолжать питаться вредной пищей и продолжать уничтожать эндотелий, чтобы пережить в будущем второй сердечный приступ? В этом нет никакого смысла. И что же вы делаете? Вы следуете старой привычке выбирать вкусную, но вредную еду. Западная диета выглядит восхитительно. Она восхитительно пахнет, она восхитительно на вкус, хотя и причиняет вам вред. Лучше сменить ее на цельное растительное питание, которое выглядит так же вкусно, приятно пахнет и имеет восхитительный вкус и абсолютно укрепляет ваше здоровье. Вы спросите, как я буду получать белок? В зерне содержится белок, в бобах содержится белок, в овощах содержится белок, в картофеле содержится белок, у вас не будет дефицита белка. Все чаще профессиональные спортсмены переходят на растительный рацион питания. Существует множество проблем, связанных с тем, как типичная западная диета наносит вред здоровью. Она наносит вред, вызывая ожирение. она наносит вред, вызывая воспаление, она наносит вред, вызывая диабет, а затем она наносит вред, повреждая внутреннюю оболочку артерий эндотелий и его способность вырабатывать оксид азота. Потому что когда мы начинаем быть детьми, уровень оксида азота в нашем организме значительно повышается, а затем на протяжении всего детства и подросткового возраста мы продолжаем есть эту западную пищу, которая травмирует наши эндотеальные клетки, а затем снижает наше производство оксида азота, его уровень становится все ниже и ниже, когда вы повредили эндотелий, у вас появляются трещины и отверстия в эндотелии. Ваш плохой холестерин, ЛПНП, может проскользнуть в суббонтеальное пространство, где затем он окисляется до этого маленького твердого плотного холестерина, ЛПНП, который создает такого рода каскад окислительного воспаления, когда он поглощается макрофагами, а затем у нас возникает целый каскад процессов окислительного воспаления, образования пенистых клеток и всех ферментов металлопротеиназы, которые вырабатываются пенистыми клетками и которые усугубляют это заболевание. Таким образом, западная диета оказывает на нас такое негативное влияние. К тому же, наше тело настолько замечательное, что многие люди способны смириться с этим до тех пор, пока им не исполнится около 40 лет, а потом у них появляется ожирение, гипертония, диабет и болезни сердца. Вот и все, что происходит в результате этой абсолютно трагической диеты, которую вы соблюдаете, и вся эта нелепая реклама, которую вы видите, вводит вас в заблуждение. Да, я думаю, что если у людей нет сердечных заболеваний, но они хотят есть орехи и семечки, то это нормально. Но в них содержится ужасно много насыщенных жиров, так что думаю, что я могу немного выделиться здесь. И если у меня есть пациенты, серьезно страдающие сердечными заболеваниями, я не хочу, чтобы они ели арахисовое масло, соус, кешью, орехи. Скольких вы знаете людей, которые едят один орех? Орехи вызывают сильное привыкание, к тому же в них содержится много насыщенных жиров. И вот прямо сейчас мы получаем совершенно потрясающие результаты с пациентами, которые следуют нашей программе. Так вот, я еще не видел ни одной программы по орехам, где серьезно больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, давали употреблять в пищу орехи, семена, кишью, арахисовое масло, чтобы у них остановились и обратились вспять заболевания сердца. Я такого еще не видел, но для пациентов, у которых нет сердечных заболеваний, для них нет ограничений. Для пациентов, у которых есть сердечные заболевания, для них есть ограничения. Так вот, просто подводя итог, скажу, что причина, по которой я, возможно, больше, чем когда-либо увлечен медициной, заключается в том, что я действительно чувствую, что в данный момент мы находимся на пороге того, что я называю сейсмической революцией в медицине. И эта сейсмическая революция в области здравоохранения произойдет именно потому, что сегодня мы говорили о заболеваниях сердца. Цельнозерновое растительное питание помогает не только избавиться от болезней сердца, но и от гипертонии, диабета и высокого уровня холестерина. Это избавляет от риска инсульта, сосудистой деменции, болезни крона, остеопороза, язвенного колита, ревматоидного артрита, волчанки и рассеянного склероза, аллергии, астмы, заболеваний почек. Этот список можно продолжать и продолжать. Никогда раньше в арсенале медицины не было такой безопасной терапии, которая была бы лишена отвратительных побочных эффектов. И стоило бы так дешево. И именно от нас, от профессионалов, зависит найти в себе волю, выдержку и решимость поделиться с пациентами своим образом жизни.